Привет, друзья! Это кухня наизнанку. Если вы, как и я, любите баклажаны, тогда никуда не переключайтесь. Сегодня у меня 5 закусок с баклажанами. Рецепты, которые не требуют никаких особых затрат ни по времени, ни по продуктам, а результат просто замечательный. И да, эксперимент тоже будет. Сделаем с баклажанами то, что раньше никогда не делали. Подпишитесь на канал, если еще не подписаны. Скучно не будет. Начну сегодня по традиции со своего любимого рецепта. Икра из баклажанов. Обычно для икры все овощи обжариваются, а потом тушатся вместе. Но в этом рецепте все по-другому. Невероятно вкусное сочетание запеченных и свежих овощей. И вкусно, и полезно. Баклажаны и перец выкладываю на противень. Баклажаны накалываю вилкой, чтобы лучше пропеклись. Запекаю в разогретой до 200 градусов духовке 25-30 минут. Лук нарезаю мелко. Одной небольшой луковицы достаточно. Перекладываю нарезанный лук в небольшую емкость. Помидоры разрезаю пополам и натираю на крупной терке. Кожицу выбрасываю. Она просто остается в руках. Очень удобно. Заливаю этим томатным пюре нарезанный лук. Солю и перемешиваю. Пока я подготовлю овощи, лук как раз промаринуется. Достаю противень из духовки и даю овощам немного остыть. Потом их почищу. Чтобы перчик чистился лучше, перекладываю его в пакет. Спасибо. Вот прошло 20 минут. Тонкая кожица очень легко снимается. Красный перец, я заметила, всегда чистится лучше. Теперь убираю кожицу с баклажанов. Это тоже несложно. И нарезаю их на небольшие кубики. Вот так примерно. Можно, конечно, баклажаны и через мясорубку пропустить. Но это уже будет немного не то. Мне нравится, когда овощи именно кусочками. Перекладываю нарезанные баклажаны в подходящую емкость. Сразу может показаться, что баклажанов много, но нет. Не уменьшайте количество ингредиентов. Это так вкусно, что даже мало покажется. К баклажанам отправляю нарезанный примерно на такие же кубики перец. Теперь кинза. В этом блюде люблю именно ее. Но если вам совсем она не нравится, можно заменить на петрушку. Теперь зубчик чеснока через пресс. Много чеснока здесь не нужно. Одного зубчика вполне достаточно. В самом конце добавляю лук с помидорами. И ароматное подсолнечное масло. Можно, конечно, использовать и оливковое, но нам больше нравится именно с подсолнечным. Как же это все пахнет. Перемешиваю все хорошенько. Теперь солю по вкусу. И все. Можно подавать. Вот честно, никакой салат не нужен. Это настолько вкусно, что даже те, кто не любит баклажаны, едят с удовольствием. Я нисколько не преувеличиваю. А если овощи запечь на костре, вообще остановиться сложно. Можно подавать к мясу, к рыбе, к любому гарниру. А я люблю просто так, с кусочком свежего хлеба. И лучше ложкой. Из большой посуды. А когда экран остается в холодильнике, она еще вкуснее. В жару лучше не придумаешь. Надеюсь, я вас уговорила. Попробуйте. Это оно очень вкусно. Меня точно уговорило. Давай ложку. А второй рецепт для тех, у кого мало времени. Быстрая закуска из баклажанов в сковороде. И в горячем, и в холодном виде вкусно. Горячим можно подавать в качестве гарнира. А когда настоится, это отличная закуска к мясным блюдам или для легкого летнего перекуса. На сухой сковороде обжариваю кунжут. Примерно 1 столовую ложку. Затем на небольшом количестве растительного масла обжариваю лук до мягкости. Через пару минут добавляю чайную ложечку сахара. И сразу же очищенные и нарезанные баклажаны. Можно предварительно минут 10-15 подержать баклажаны в соленой воде. Но у нас уже давно не продают сорта баклажанов, которые могут горчить. Поэтому я ничего не вымачиваю. Обжариваю баклажаны до мягкости. Время зависит от сорта. Мне достаточно 5-6 минут. Добавляю 2 зубчика мелко нарезанного чеснока. И обжариваю еще пару минут. Теперь сладкий перец. И еще 1-2 минутки. В самом конце добавляю 1,5 столовых ложки соевого соуса. И поливаю соком лимона. Если любите остренькое, можно добавить немного красного острого перца. Через минутку снимаю с огня и перекладываю обжаренные овощи в салатник. Сюда же добавляю кунжут и зелень. У меня кинза и петрушка. Перемешиваю и подаю. Мы обычно едим сразу. Но когда салатик настоится, он еще вкуснее. А теперь отбивные. Это мы их так называем. Здесь не нужно ничего отбивать. Главное правильно нарезать баклажан. Все очень просто. Баклажан очищаю от кожицы. И нарезаю на вот такие ломтики. Толщина ломтика должна быть не более 5 мм. Это важно. Чем тоньше нарезать, тем вкуснее получается. Теперь баклажаны солю. И оставляю на 10-15 минут. В отдельной емкости взбиваю 2 яйца. Обваливаю каждый ломтик баклажана в муке. А затем в яйце. Именно так, не наоборот. И обжариваю на среднем огне с двух сторон до золотистого цвета. Все, можно подавать. Я сегодня подаю саджико из слив. Ссылочку оставлю в описании, кому интересно. Если вы не пробовали еще так готовить баклажаны, очень рекомендую. Вкус необычный. На баклажан мало похож. Чем-то даже мясо напоминает. Баклажан успевает полностью приготовиться. Получается мягенький и очень вкусный. Причем и в горячем, и в холодном виде одинаково вкусно. Можно выложить на ломтик хлеба и брать такие бутербродики с собой в дорогу. Или на работу на обед. Ну а теперь эксперимент. Ну наконец-то. Достаю сахар. Зачем сахар? Так это же ягода. Варенье будем варить. А то закусок полно, а чай попить не с чем. Сейчас тогда рецептик возьму. Мне еще в прошлом году прислали. Одного баклажана, думаю, хватит. Я его очистила и разрезала на 4 части. Сейчас отварю. 8 минут. Думаю, достаточно. Для варенья великоваты кусочки. Разрежу, чтобы были чуть помельче. Может, косточки уберешь? Мне кажется, пусть будут себе. Ну пусть. Все равно выбрасывают. Да почему сразу выбрасывать? А вдруг и правда вкусно? В кастрюлю наливаю 300 мл воды. И добавляю 180 граммов сахара. Я взяла сахар коричневый, чтобы цвет хотя бы красивый был. Цвет мне уже нравится. Отлично. Сюда же добавляю гвоздичку. 6 штучек. Немного? Нормально. Закипело. Добавляю отваренные баклажаны. Сколько будем варить? Пока не сварятся. Прошло 40 минут. Смотри, красивенько. И пахнет вкусно. Гвоздичку уберу уже. Добавляю лимонный сок. 3 столовых ложки. Я использую уже готовые. Очень удобно. Еще минут 5 даю покипеть. И снимаю с огня. Сразу будем пробовать? Нет, пусть остынет. А мы пока еще одну закусочку приготовим. Здесь тоже все очень быстро. И очень просто. Но при этом получается яркая, безумно ароматная и вкусная закуска. И полезная к тому же. Нарезаю помидоры на вот такие кусочки. Измельчаю базилик. Добавляю к помидорам. Сюда же чеснок через пресс. Сушеный тимьян. Орегано. И соль. Перемешиваю и заправляю маслом. Отставляю пока. Баклажаны хорошо мою. И нарезаю вдоль толщиной около сантиметра. Кожицу не очищаю. Противень застилаю бумагой для выпечки. Смазываю ее растительным маслом. На баклажанах ножом делаю вот такие насечки. И выкладываю их в противень. Сверху на каждый ломтик баклажана укладываю кусочки помидоров. И поливаю соком, который остался от помидоров. Ставлю в разогретую до 200 градусов духовку на 10-15 минут. Баклажаны выкладываю на блюдо. И поливаю оливковым маслом. Все, можно подавать. Думаю, не стоит рассказывать, насколько это вкусно. Ну а как красиво, вы и сами видите. И все это за 20 минут. Ну и еще один рецепт. Салатик с баклажанами, который можно хоть каждый день готовить. Вообще не надоедает. Баклажаны на вкус как маринованные. Но готовится этот салат тоже не более 20 минут. Не думаю, что кого-то удивлю этим простым рецептом. Но рекомендую всем, кто не пробовал. Быстро, просто, красиво и вкусно. В воду добавляю соль и лавровый лист. Довожу до кипения. И отвариваю баклажаны в течение 10 минут примерно. Затем баклажаны отжимаю при помощи двух тарелочек. И очищаю от кожицы. Нарезаю. Нарезать можно как хотите. Кубиками или вот так, как я. Теперь помидоры. Их нарезаю не слишком мелко. Добавляю к помидорам баклажаны. Нарезанный полукольцами лук. Солю. И заправляю салат ароматным маслом. Я обычно использую подсолнечное. Салатик перемешиваю. Украшаю зеленью и подаю. Вкусно и просто. Как всегда. Что там наше ягодное варенье? Будем пробовать. Ягодное варенье? Остыло. Цвет аппетитненький. И запах мне нравится. Даже хочется попробовать. Ну пробуй. Ты первая. Наверное нужно было кубиками нарезать. Вообще было бы непонятно из чего. Так и так непонятно. Какие-то баклажаны наизнанку. Пробуй. Очень интересно. Странный вкус такой. Гвоздичку слышно. Кисло-сладенько так. И вообще непонятно что это. И вкусно. Супер экзотический фрукт. Ягода. Я же говорил, что из ягод нужно варенье варить, а не закуски готовить. Нет, но закуски лучше конечно. Но и варенье оказывается тоже вариант. В общем удачный эксперимент. Оставлю точный рецепт в описании. Попробуйте. Один баклажан это вот такая баночка. И еще чуть-чуть. Все остальные рецепты тоже найдете под видео, как всегда. Ставьте лайк, чтобы не потерять эти рецепты. Делитесь видео в соцсетях. Подписывайтесь на канал, если вы еще этого не сделали. И конечно жмите на колокольчик, чтобы ничего не пропустить. Впереди еще много всего интересного. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!